Ну, во-первых, это уже по биологическим исследованиям, 7% населения читает только бумагу. 7% населения испытывает большую проблему с восприятием информации с экрана. И, наверное, это будет относительно фиксированная доля. Во-вторых, конечно, любая новая медиа, они отъедают часть аудитории у предыдущего. Но, вы знаете, на моей памяти уже я помню разговор о том, что кино вот-вот прикончит театр. Окончательно прикончит. Что телевидение вот-вот окончательно прикончит кино. Что видеомагнитофоны в каждом доме вот-вот окончательно прикончат телевидение. Ну, что YouTube прикончит телевидение, вы тоже, наверное, слышали, да, вы частично в этом участвует. То есть, действительно, большая часть людей, я в том числе, газет практически не читает. И почти не читает журналы. И мало читает книгу. Но значительная часть людей все равно будут работать с бумагой. Точно так же, как значительная часть людей все равно входит в театр. Другое дело, то есть, что функция в моде тоже изменится. Ну, скажем, когда вы берете вот такой том нового литературного обозрения, да, это совсем не то, вы понимаете, что это не на злобу дня. Когда-то театральные постановки были инструментами, которыми можно было свергать власти. Понятно, что сейчас уже немножко другая категория. Вот точно так же фотография не убила живопись, только существенно ее потеснила. Точно так же электронные медиа не убьют бумагу, а просто ее потеслят. Спасибо.